друзья всем огромный привет рада видеть вас у себя на канале произошла очень такая печальная история со мной представляете я записывала это видео и записывать сейчас его уже второй раз но часть видео потерялась я не знаю как так произошло но видео нет поэтому сейчас я с вами разговариваю и потом вы досмотрите то что я снимала раньше а что произошло мы с вами открываем новую рубрику некоторые меня поддержали в идее совместного кавычках изучение польского языка возможно в этих в этих в этой рубрике в этих видео я буду делиться с вами какими-то интересными словами что-то будем вместе с вами по польски читать пополнять словарный запас потому что сейчас я этим активно занимаюсь на польском языке и буду с вами делиться в общем своими какими-то успехами так что продолжайте смотреть это видео сегодня мы с вами поговорим о словах которые ну такие смешные либо как-то звучат для нас для русскоговорящих да как-то интересно своеобразное где что даже снимилось смешно в общем оставайтесь со мной и поехали ребят напишите мне сразу если вам нравится такая рубрика чтобы мы ее продолжали вот вы видите я записывала видео старалась она исчезла и поэтому мне сейчас приходится вместо того чтобы записывать какое-то новое записывать заново это поэтому если вы можете поддержать меня либо сказать не надо не мучайся зачем ты записываешь лучше обзоры магазинов пили так что это в общем вы меня помнили я жду вас комментариях так что а мы приступим с вами к первому слову и первое слово это как и как вы думаете что это как и да так и я когда снимала обзоры еды что мы покупаем здесь в польше эти видео вы кстати можете найти в моем канале то я очень часто акцентировал внимание о том что мы купили какие и какие представьте себе это хурма да да это хурма каки очень интересное слово оно немножко у нас ассоциируется с неким другим предметом или неодушевленным чем-то в общем надеюсь что вам это это слово вас повеселило как как вам нравится как я начала рубрику да скаков мне кажется это очень хорошее начало как вы думаете следующее слово жили жид как вы думаете что такое жид жид с чем она у нас ассоциируется у меня лично она ассоциируется знаете с таким скупердяй с кем-то таким кто жадина ну жадина дам жалеет все вот ему все жадина просто жид жадина и вот это частенько я слышала там например в костеле жид там жиды там на 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 там и думаешь ну как бы как как так а оказывается это означает евреи представляете ну в принципе как-то логично оно у нас как-то логично ассоциируется да ну мы вроде бы как все считаем что евреи очень жадные давно что они такие вот считают деньги да не знаю насколько это правда но вот поэтому вот как-то жиды и мне это слово очень запомнилось теперь я это точно уже знаю так что как-то так слышишь и живы тебе как-то как хочется смеяться но ты понимаешь что это всего лишь про евреев короче еще было такое слово знаете урода салон уроды да как бы вот урода или там ты такая уродливая думаешь короче хочется знать им поплакать но не плачьте это значит что вы красивая урода означает красота представляете как-то вот вообще ну очень интересно а еще заказ слова заказ да вот когда слышишь заказ я думаю заказов когда особенно только приехал понятное дело что сейчас для я это слово знаю естественно есть уже 5 лет больше в заказ вам уже заказ так ну заказ то есть заказ торже наказать то что-то надо тут может быть что мне заказать так что я хочу заказ ну почему хочу 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 остров да ну в общем заказ это запрет то есть вы слышите слово заказ тонезали что вам лишь заказывайте что вы хотите это это значит так, ничего не заказывайте, это запрет, все, стопе. Что-то у меня такое слишком, наверное, настроение. В общем, следующее слово пироги. Знаете, пироги, пироги, вот еще дяденька идет, пироги. Вот у меня пироги ассоциируются со словом пироги. Пироги, печь, пироги, пироги, ну как-то пироги, да, пироги, то есть это такие вот большие-большие наши нормальные пироги. Вот, бывают маленькие пирожки, бывают побольше пирожки, да, с капустой, с картошкой, там, ну, пироги, а это у них вареники, представляете, вареники, очень тоже интересно, вот, ну, как-то так. Так, еще, еще одно слово, так, сколько я вам сказала, раз, два, три, четыре, так, я сказала про каки, сказала, два, три, четыре, ага, и пятое слово, пятое слово, это будет, даже не слово, это будет имя, вернее, не имя, то есть, слово, когда вы слышите Таня, 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 то это не значит, что Таня, 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 иди сюда, Тань, 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 нет, это значит дешевая, то есть, ну, я как бы, стоп, не хочу никого обидеть, но если, например, вас зовут Таня, то надо как-то аккуратно говорить Таня, я, мам на имя Таня, то есть, можно говорить Татьяну, то есть, более полное слово, не сокращенное, тогда будет для поляков более понятно, потому что, ну, понятное дело, что сейчас уже многие поляки знают, что у нас такие имена разные есть, но вот некоторые, например, не сталкивались, они могут неправильно вас понять, поэтому лучше, если вас зовут, например, Таня, то говорить, я там, мам на имя Татьяна, так, ну, не говорит Таня, То есть как-то ассоциация может у людей создаться, какая-то такая неправильная, не до конца верная о вас. В общем, как-то так, получилось 5 слов. Я надеюсь, что такое видео вам понравилось, уже достаточно темнеет. Я надеюсь, что моя камера выдержит и не сделает слишком некачественное видео. Как вам такая рубрика? Напишите мне, пожалуйста. Я имею на самом деле очень-очень много слов. Я могла бы сделать и 20, я думаю, 10, 20, 15 я бы точно смогла бы сделать. Но остановимся пока что на 5. Если вы пальчиками вверх меня поддержите и напишите в комментариях, что продолжать такие мои находки, интересные слова, то будем с вами продолжать, конечно же, обязательно. Поэтому я благодарна вам за то, что вы посмотрели это видео. Пишите в комментариях какие-то ваши слова интересные, которые вас зацепили, или какие-то, которые у вас вызывали какую-то ассоциацию. Либо, возможно, я знаю, что меня очень много смотрят поляков. Возможно, у вас есть какие-то наши слова, русские, например, да, либо украинские, которые у вас как-то ассоциируются с чем-то. И, возможно, я даже сниму отдельное видео. Я думаю, что нам всем будет интересно, потому что мы все учимся польский, учим польский язык, и особенно тем, кто учат польский язык, будет это интересно. Я нахожусь в процессе изучения польского языка. Это безграничная, нескончаемая тема. Я думаю, что те, кто учит язык, понимают, что это процесс длиною в жизнь. Так что огромное спасибо вам за просмотр. Я обязательно жду от вас обратную связь. И пока-пока, увидимся с вами очень скоро. До встречи в Польше. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»